МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Тема дня» на ЮАК Рым в студии Георгий Спасы-Куковский. Наш гость Владислав Селезнёв, руководитель Крымского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины в 2010-2014 годах. Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий. Ну, собственно, Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, техника находится в плачевном состоянии. Речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, утверждает Путин. За первые несколько месяцев оккупации из Крыма вернули три корабля, 32 судна обеспечения, почти полторы тысячи единиц техники, а также 24 самолета и вертолета. Больше половины украинской техники из Крыма Россия так и не отдала. Ныне на территории аннексированного полуострова остается 18 кораблей, более двух тысяч единиц военной техники, а также часть авиации, расположенной на аэродроме Бельбек и авиационной бригаде в САКах. Кроме этого, оккупанты захватили шесть береговых противокорабельных комплексов. За этот час, конечно, корабли пришли в очень тяжелый технический стан, с проблемой взаимодействия этих кораблей, потому что они находятся в агрессивной среде. И если они как раз в ритме работали доковый ремонт, докование, а она не работала, то это небезопасность, что они бля причала могут затонуть. Корабли, которые более-менее могут еще быть использованы, это Славуточ, Ольшанский, корветы и так далее. Остальной техникой можно не называть. Вся та техника, которая не транспортная, а боевая, ну она практически уже негодная. Владислав, вот украинские политики на инициативу Путина, который вот несколько дней назад говорит, вернем, пожалуйста, забирайте, не жалко. Ну, ржавенькая, конечно, уже постояла немножко, ну что ж, большой брат отдает. Так вот, украинские политики некоторые высказались весьма категорично и негативно по поводу этой инициативы. Вот Рифат Чубаров назвал унизительной подачкой. Ну, собственно, почему такая реакция в украинском политику? Безусловно, почему такая реакция? Мы с вами слышали в сюжете, который буквально минуту назад был в эфире. Любая боевая техника должна обслуживаться, обслуживание это должно проводиться в определенные сроки. Для кораблей это архиважно, потому как техника, которая находится в агрессивной среде, а морская вода, она является очень серьезной агрессивной средой, безусловно, очень быстро приходит в негодность, если эту технику своевременно не обслуживать. Но речь идет не только о флоте. Безусловно. Но в этом случае, если мы видим речь про корабли, то в течение четырех лет я не уверен, что кто-либо из российско-оккупационных войск занимался обслуживанием и поддержанием на должном уровне боевых готовностей, боеготовности этих кораблей. Путин говорит, что никто не обслуживал. Безусловно. И именно поэтому на сегодняшний день техника находится в плачевном состоянии. Но она не была такой в марте 2014 года. А какой она была? Кстати, у нас многие говорят, что до 2014 года в Украине не была. Корветы были готовы к выполнению учебно-боевых задач. Были проблемы с главным двигателем на большом десантном корабле Константин Ольшанский. Но, как вы помните, именно этот корабль российско-оккупационные войска заблокировали при выходе из бухты Донузлав, затопив несколько кораблей обеспечения Черноморского флота Российской Федерации в устье бухты Донузлав. Тогда фактически ни один корабль из тех, что находились на территории бухты Донузлав, не смогли выйти в открытое море. Плюс там же на рейде находился большой ракетный корабль Москва, Черноморского флота Российской Федерации, который также блокировал возможность для выхода наших кораблей на большую воду. Что касается иных образцов техники, то техника, которая находится на авиационном аэродроме Бельбек, авиатехника, там самолеты МиГ-29 и самолеты Л-32, они могут использоваться после проведения соответствующих регламентных работ. Л-30 дети, прошу прощения. Что касаемо техники, которая находилась в морской авиационной бригаде в САКах, то основные образцы техники были вывезены во время перемещения этой техники в апреле-июне 2014 года. Но тем не менее ряд самолетов, которые находились на балансе военно-морских сил, вооруженных сил Украины, безусловно, они там остались, и это наша техника. Но опять же, когда мы начинаем вести речь о технике, мы должны помнить о том, что в Крыму украинская армия оставила огромное количество военных городков, военно-технического имущества, помещений, зданий, сооружений, научно-исследовательских и прочих военных центров. В Крыму остался фонд служебно-военного жилья Министерства обороны Украины, который в настоящее время незаконно использует Министерство обороны Российской Федерации, заселяя в эти квартиры представителей оккупационных войск. Ну, кстати, тот же Рефат Чубаров объясняет свою позицию тем, что Украина не должна принимать вот эту военную технику, и требовать после деоккупации с Россией репарации, в том числе и за вот всю собственность, которая там была. И безусловно, в этом плане лидер Меджилиса Карпско-Катарского народа абсолютно прав. Потому как на сегодняшний день в ряде международных судов находятся исковые заявления со стороны государства Украины в отношении государства Российской Федерации с претензиями за аннексию Крыма. И там, соответственно, изложены определенные финансовые претензии, связанные с компенсацией тех убытков, которые понесла наше государство в результате аннексии Крыма в марте 2014 года. Ну вот, смотрите, с другой стороны, какая-никакая техника, там и бронетранспортеры, и БТР-80, то есть достаточно новые экземпляры были. И, кстати говоря, вот вам не безызвестный, вы как спикер АТО в 2014 году, знаете такого Ходоковского, одного из, вот у него есть там формирование батальон «Восток», и вот он уже прокомментировал путинскую инициативу, мол, оно вот говорит Путин, что, мол, это такой уже хлам, да, отдаем. Но, тем не менее, сколько времени пройдет, пока этот хлам подлатают и будут использовать против ДНР и ЛНР, да, вот он выразил обеспокоенность, например. Георгий, две ремарки. Во-первых, когда в июне 2014 года Владимир Путин принял решение о приостановлении передачи военного имущества с территории временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины, он это мотивировал тем, что якобы эта техника может использоваться в конфликте на востоке нашей страны. Но я с трудом себе представляю, каким образом корабль управления «Славутич» или большой десантный корабль «Константин Ольшанский» может использоваться в степях под Донецком или Луганском. Но, тем не менее, такая версия со стороны руководства государства российского прозвучала, и перемещение техники было приостановлено. Что касаемо той техники, которая оставалась на территории временно оккупированного Крыма, то, к сожалению, оперативную информацию, которую мы получали в 2014 и 2015 годах, свидетельствовала о том, что часть этой техники использовалась в конфликте на востоке нашей страны, причем она выполняла задачи в интересах российско-террористических войск, которые находились на временно оккупированных территориях Донецка и Луганской областей. Ну, кстати, вот в этой студии где-то год назад у меня был гость, он сам крымчанин, позывной «Дед Черепашка», участвовал в боях под Дебальцево, сам из Керчи, и принес в эту студию шлем с номером из БМП, которое было в Крыму, украинское БМП, которое русские перебросили, ну, его наши удачно подбили, и вот привезли, так сказать, шлем. То есть, смотрите, с другой стороны, хорошо, какую-то часть этой техники россияне, сухопутной техники используют на Донбассе, то почему бы все-таки не взять то, что осталось? Ведь Украина не производит каких-то, ну, есть легкие бронированные машины, но вот какого-то существенного пока что обновления парка техники не предусматривает. Учитывая опыт передачи военного имущества весной-летом 2014 года, я прекрасно понимаю, в каком состоянии российская армия будет возвращать технику, которая принадлежит Министерству обороны Украины. Потому как, получая ту технику из оккупированного Крыма в марте до июня месяца 2014 года, приемные комиссии ужасались. Потому что все, что возможно было уничтожить и раскурочить, российские оккупационные войска уничтожали и раскурочивали. Уничтожались блоки питания, блоки управления, выкусывались драгметалл, содержащие платы, уничтожались кабеля управления на технике разных видов и спецификаций. Снималось навесное оборудование и то оборудование, которое имеет какую-то достаточно серьезную, весомую материальную ценность. Причем, к большому сожалению, я вынужден констатировать, что во всех этих мероприятиях принимали участие бывшие украинские военнослужащие, которые в тот момент переметнулись на службу врагу и переприсягнули на верность государству российскому. Ну что же, талант, как говорится, не пропьешь даже, перекусывая кабеля и воруя аккумуляторы. Ну хорошо, что касается флота, да, понятно, что в 90-х, когда шел раздел советского флота, это были тяжелые достаточно переговоры, сколько Украине, ну досталась подводная лодка «Запорожье», например, одна, да, без аккумуляторов. И шутили, вот подводная лодка в степях Украины, долго она стояла, ну потом как-то там купили аккумуляторы, вышла в море, ну вот теперь она у русских осталась. Тем не менее, флот, да, все равно построить корабль такого класса, как Ольшанский, это достаточно дорого. Почему бы его все же не получить обратно Украине? Георгий, а тут возникает второй вопрос. После гипотетического возвращения этой техники и перемещения ее на территории, которая подконтрольна Украине, в каком она состоянии будет? Имеет ли Украина соответствующие запасы материально-технические, ремонтные, ремонтные подразделения, бригады, ремонтные мощности, для того, чтобы в кратчайшие сроки эту технику восстановить? Потому что мы прекрасно понимаем, что все эти четыре года, та техника, наша техника, которая находилась на территории оккупированного Крыма, использовалась в качестве доноров для проведения ремонтно-восстановительных работ российской техники. Потому что корабли одноклассники. Большой десантный корабль Константин Ольшанский, он практически брат бизнес большого десантного кораблю Черноморского флота Российской Федерации «Ямал» или «Цезарь Кунников». Корабли класса «Корветт» соответствовали соответствующим спецификациям кораблей, которые находятся на вооружении Черноморского флота Российской Федерации. И российско-оккупационные войска, совершенно не стесняясь, снимали все то, что находилось в боеспособном и рабочем состоянии с украинской кораблей и благополучно использовали эту технику, это оборудование на своих кораблях. Но все же давайте вернемся к вопросу о судебных исках по поводу имущества, которое осталось в Крыму и так далее. Если Украина, например, может взять корабль Ольшанский, а ржавый какой-то хлам не взять, например, это как-то повлияет на исход судебных процессов международных? Безусловно, в любом случае, если какое-то имущество государство Украина будет забирать, откликнувшись на соответствующие предложения президента Российской Федерации, то необходимо будет вносить изменения в исковые заявления, которые в настоящее время рассматриваются в международных судах. А это все вызывает определенные задержки по времени, потому как процесс это достаточно длительный, бюрократическая система судебных институций в Европейском Союзе, она достаточно неспешная. Поэтому приобретет ли что-либо полезное в этой ситуации Украина вопрос открытый. Поэтому, я так думаю, что принимая решение о целесообразности или нецелесообразности позитивного ответа на предложение Владимира Путина, я думаю, что высшему военно-политическому руководству нашей страны необходимо учитывать весь спектр политико-правовых составляющих этого процесса. То есть, скорее вы против, чем за? То есть, не брать вообще ничего? В том состоянии, в котором на сегодняшний день находится техника, расположенная на площадках на территории оккупированного Крыма, она непригодна к использованию и требует глубокой модернизации на ремонтно-восстановительных предприятиях нашей страны. Имеет ли на сегодняшний день наша страна такие возможности? Начиная от людского фактора, наличия специалистов и заканчивая, соответственно, материально-техническими средствами для того, чтобы восстановить эту технику? Вопрос открытый. Ну вот, есть и другой вопрос. С другой стороны, вот так разбрасываться техникой, учитывая, что на данный момент у нас такая вялотекущая фаза военного конфликта на Востоке, но тем не менее, в любой момент, абсолютно любой, в принципе, в Украине все к этому готовы, докажется и в России, может все обостриться. И можем ли мы в таких условиях вот так вот разбрасываться, будем, не будем, брать, не брать, но мы же там у нас суды идут международные. Ну, если, наконец, Путин нападет полномасштабно, а у нас, например, вот и не хватит вот тех вот там 20 БТРов, например, или 20 танков. Заметьте, Георгий, Владимир Путин, общаясь с представителями средств массовой информации Российской Федерации, никоим образом не обмовился о бронетанковой технике. Он говорил о самолетах, он говорил о кораблях, боевых кораблях, кораблях обеспечения, рассказал о каком они плачевном состоянии. Но о БТРах, о БМП, которые находились на вооружении... И танки Т-64 там, кстати, остались. И танки Т-64Б, та техника, которая находилась на вооружении в войсках береговой обороны, и та техника, которая была боеспособной и способна выполнить любые учебно-боевые задачи, о ней Владимир Путин не упоминает. Почему? То ли этой техники уже нет на площадках хранения, и она в той или иной степени утилизирована в степях Донбасса, то ли же у него свои планы на эту технику. Также Владимир Путин четко обозначил свою позицию по поводу ракетно-технического оборудования и боеприпасов, которые хранились на базах и арсеналах на территории Крыма. Он также не готов отдавать стрелковые боеприпасы, боеприпасы к разным системам. Хорошо, вот у меня вопрос. А что Путин от этого выиграет, от этого жеста, например? А мы прекрасно все понимаем, что 18 марта всего года состоятся очередные выборы Владимира Путина на высший пост в государстве российском, на пост президента Российской Федерации. Безусловно, Владимир Путин таким образом пытается дать сигнал. Кому? Скорее всего. Своим избирателям? Для своих избирателей, безусловно, пытается представиться в образе президента миротворца. Какая прелесть. Лидера нации, который первым протягивает руку братскому украинскому народу и таким образом пытается восстановить отношения. В этом плане мне очень конструктивно показалась позиция премьер-министра нашей страны Владимира Гройсмана, который абсолютно четко обозначил позицию. Мы готовы принять технику, которая находится на территории временно оккупированного Крыма, вместе с Крымом. Эва, ну как? Ну, на это вряд ли пойдет на данный момент Кремль. Ну, вот есть еще такая версия. Балаклава-то, она и до 2014 года, вот помни, приезжаешь, Балаклава и забита старыми ржавыми кораблями, которые вот стоят, стоят они уже там лет 20, наверное, или 30 стоят, девать их некуда. В том числе и там в свое время находилась подводная лодка Запорожья, да. Так точно. А сейчас вот намериваются в Балаклаве строить яхт-клуб для, конечно, узкого округа лиц, для российской элиты, что, впрочем, вполне коррелируется с намерениями США ввести очередную волну антироссийских санкций, которые будут касаться ближайшего окружения Путина, в первую очередь бизнес-элиты. Да, вот недавно Путин собирался с российской бизнес-элитой, но самая крупная бизнес-элита, они проигнорировали. Абрамович на яхте катался, занят был там, этот еще где-то. Ну, вот теперь что? Получается, если против них ведут санкции, переместятся они в Балаклаву? А яхта Абрамовича-то поместится? Учитывая ее длину, она более 100 метров, весьма проблематична. Потому что, при том, при всем, что Балаклавская бухта является самой безопасной из всех бухт на территории Солнечного полуострова, она недостаточно велика для того, чтобы принимать корабли такого класса. Она недостаточно велика для Абрамовича, действительно, конечно. После такого масштаба Балаклава... Да. А по поводу перемещения яхт российских олигархов, безусловно, в настоящее время они зимуют на французском побережье, у берегов Италии, Испании, а после введения в действие персональных санкций, а они должны заработать буквально в ближайшую пару-тройку недель, Крымские и Кремлевские толстостомы будут вынуждены менять место дислокации своих кораблей. Ну, пока что, пока там построят этот яхт-клуб элитный, все же Крым продолжает насыщаться российским вооружением. Вот совершенно на днях на боевое дежурство заступил дивизион противовоздушной обороны С-400, в связи с чем американские военные отреагировали в таком ключе, что, ну, что же, вроде как на Россию нападать никто не собирается, но продолжение усиления вот этой вот наращивания военной мощи именно в Крыму, поддержка вот этого мифа о непотопляемом Крыме как непотопляемом авианосце, правда, он стоит на месте, в чем, собственно, функция непонятна, ну, в общем, в Америке тоже смотрят весьма внимательно. Кстати, вот, 5-го числа давеча пролетал американский беспилотник, опять прошел над Крымом, посмотрел, что на Донбассе делается, посмотрел, пофотографировал, улетел в Освоясе, совершенно вот ему С-400 не указа назывался, ну, как когда-то У-2. Да, что по этому поводу вы скажете о непотопляемости этого авианоса? Ну, Георгий, буквально две ремарки. Первое, все авианосцы в России не особо спешные. Мы можем взять непотопляемый... Кузнецова, например. Безусловно, Кузнецова, который очень неспешен в своих перемещениях в пространстве, подстать ему, и, соответственно, непотопляемый авианосец Крым, который тоже статичен в своем движении. Что касаемо комплекса С-400, то размещен он в районе Севастополя, в районе мыса Фиолент, и ракеты его направлены на север, полуострова Крым, в районе Чингара и Джанкоя, для прикрытия воздушного пространства именно в этом районе. Ждут нападения укропов? Вероятно, что да. Хотя пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявляет о том, что любое усиление военной группировки в Крыму не направлено против третьих стран. А таким образом Россия пытается обезопасить жителей Крыма, ну, соответственно, представителей. Слушайте, а действительно верят, что Украина нападет на Крым, например? Полагаю, реализовывается серьезная геостратегическая политика, направленная на усиление присутствия Российской Федерации в Черном море. Хотя возможности Российской Федерации вряд ли мы можем сравнить по потенциалу с возможностями стран, составляющих Североатлантический альянс. Американскому флоту даже не нужно заходить в Черное море, чтобы разобраться с непотопляемым герноутом. В Черном море доминирует член Североатлантического альянса Турция, со своим мощнейшим в регионе флоте, который способен выполнять любые задачи на этом участке планеты. Да, как-то мне довелось побывать на турецкой подводной лодке, сделанной, кстати, компанией «Сименс». Там и там агавки, ну в общем все солидно, что я могу сказать, и Рахат Луком ничего. Но возвращаясь ко всяким эскадрам, гибелям эскадры, репарациям, была такая история. Помните, такой был во время Второй мировой войны князь Валерио Боргезе, который организовал знаменитых итальянских диверсантов. И вот по репарациям после войны корабль Джулио Чезаре, то есть Юрий Цезарь, был передан Советскому Союзу, назвали его Новороссийском, поставили его где? В Севастопольской бухте. В Севастопольской бухте, где уже неоднократно гибли всякие эскадры. И вот он загадочным образом взял, да и взорвался. А тут-то все и вспомнили слова князя Валерио Боргезе. Он поклялся, что не будут вражины кататься на отжатых итальянских кораблях. Вот оно как. Как воду смотрел. Видите как. Но не факт, не доказали. Итальянские диверсанты, не итальянские. Сейчас вот украинских везде ищут, да, особенно в Крыму. Ну что ж, дело такое. Да, традиции, они сильны. А что касаемо безопасности жителей Крыма, то с учетом насыщенности войск на территории Солнечного полуострова, когда-то курортного полуострова, места для отдыха настоящих курортников с каждым годом остается все меньше и меньше. Но все больше места для российской военщины, которая опять же реализовывает задачи кремлевской верхушки. И направлены на эти задачи на усиление военного присутствия Российской Федерации в Черноморском бассейне. Ну понимаете, при этом остается в виде открытым вопрос, собьет ли С-400, например, визитки Яроша, которые будут самолеты разбрасывать. Этот вопрос, конечно, открыт. В студии работал Георгий Спасококоский. В гостях у нас был Владислав Селезнев, руководитель Крымского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины в 2010-2014 годах. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮАК Рым в Фейсбуке. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова